Великий пост – это время прекрасных церковных служб, которые сопровождаются удивительными песнопениями. На студии документальных фильмов Санкт-Петербурга состоялся концерт духовной хоровой музыки песнопения Великого Поста в исполнении мужского хора подворья Александра Свирского мужского монастыря. «Душа моя» – в исполнении хора подворья Александра Свирского мужского монастыря. Под одноименным названием год назад вышел в свет диск, а это первый концерт коллектива «Вне стен храма». В белом зале киностудии «Лендок» звучат великопостные песнопения. Для коллектива это знаковое событие, но в зале родные и близкие, прихожане храма. Многие из них уже знакомы с творчеством музыкантов. У нас замечательный хор, и вот как только у нас стал мужской хор, и стали петь мальчики, я просто знаю, что люди к нам даже ходят их послушать. Ну, конечно, жаль, что они там на большой сцене, но они очень хорошо поют. Вот иногда стоишь на службе, и когда, особенно на мальчике, там что-то, ну, я слаба в этом, но до слез. Мужской хор подворья состоит из профессиональных музыкантов. В их репертуар входят произведения разных эпох и стилей церковного и народного пения. Но песнопения Великого Поста отличаются от других, признается регент хора Даниил Капусто. Тексты Великого Поста самые мощные, они направлены в самое сердце, в самую душу человека. Они заставляют каждого из нас задуматься о своей жизни. И поэтому это особый пласт музыки, который мы исполняем и в храме, и где-то еще. И я, и наш весь хор с особым трепетом подходим к этой программе. Программа концерта насыщена. Все произведения полны глубоких чувств и мыслей. Перед слушателями раскрывается картина страданий Господних. Пояснительные комментарии каждой композиции дает священник Сергий Лявда. Я думаю, что такие духовные концерты, которые собирают большое количество людей, и где звучат именно песнопения Великого Поста, как призыв к покаянию, как призыв к исправлению, как призыв к очищению, это очень важно, потому что здесь мы можем услышать как раз ту суть самого Поста, которая несет Церковь. Поста не как диеты, а именно Поста как духовного исправления, как духовных упражнений. И духовное исправление, в том числе и через песнопение. Зрители в этот вечер насладились мелодиями Великого Поста, этой тысячелетней мудростью, заключенной в столь трепетную, столь утонченную огранку музыки и исполнения. Участники хора верят, что первая встреча перерастет в цикл подобных концертов.